Добрый день, друзья! Добрый день, уважаемые любители шахмат! Сегодня с вами Владимир Добров и мы отправляемся на турнир Легенд. В полуфинальном матче Магнуса против китайского кудесника Дин Лежения буквально вчера случились достаточно интересные события и одну из партий, которая была сыграна, мы сегодня рассмотрим. Итак, Магнус играл черными и возник всеми любимый Найдерф. Таким вот порядком возникла сицилианская защита и вот знаменитый ход А6. Ну что же, Дин, как мы видим, неожиданно перешел на Е4, хотя, в общем-то, все мы знаем, что он игрок, подающий с ферзевой пешки. Но вот в этой партии случилось следующее. Слон Е3, Е6. Е5, наверное, более популярна в наши дни. Ну, Е6 это времена Топалова, времена Чапаринова и вот ранний ход Б5. Б5, вариант я достаточно хорошо знаю, он ассоциируется с ранним ходом Б4. Основная идея черных как раз-таки. Эту идею можно наблюдать в партиях как раз-таки Топалова и, как я уже сказал, другого болгарского гроссмейстера Ивана Чапаринова. И вот белые в наши дни делают ход А3, который препятствует этому раннему выпаду черных. В целом, раньше считалось, что ход А3 является серьезной зацепкой и белые всячески избегали подобных продолжений. В наше время А3 это, как говорится, правильный ход и вошел в тренд этот ход. Показывает, что вот эти расстановки с этой пешкой достаточно ядовиты. У черных не так все просто. Итак, слон Б7, Ж4. В этом идея английской атаке, так называемой, которая в наше время не так часто ее можно увидеть, но она, естественно, встречалась и ранее. Потому что сейчас на Айдорфе больше люди склоняются к ходам А3 и даже Ладья Ж1. Если вы помните, вот в этой позиции не так давно мы разбирали партию, не помню еще его против Карлсон. Карлсон сам так играл. И А3, и А3, и А4. Здесь чего только не было. Но вот в этой партии последовала, значит, классическая английская атака с такими, в общем-то, разносторонними аркировками. Ферзь Д2, Конь Д7, 3-0, Ладья С8. Ну что же, стороны расставляются постепенно. Ну и, в общем-то, основные идеи черных это проведение Д5. Белые же должны стремиться провести ход Ж5. Король Б1. Ход достаточно полезный. В такой, эта позиция игралась неоднократно. Здесь очень много партий. И вот одни из самых свежих партий, которые были сыграны. Вот мы сейчас как раз-таки и наблюдаем. Д5. Черный мгновенно проводит Д5. ЕД. Ход обязательный. Конь Бед Д5. Конь Бед Д5. Слон Бед Д5. И вот в этой позиции в одной из партий, партии предшественника, в общем-то, можно отметить, была такая идея от белых, связанная с ходом А4. Так играл сам Домингес, линьер, кубинский гроссмейстер. И главная линия поведения за черных в этой позиции, это ход Слон С5. Абеи 2-0. Так играл победитель аэрофлота Кайде Кулаоц. Эстонский гроссмейстер. Очень известный и очень сильный. Ну и здесь возникали сложные позиции. В общем-то, Домингес сыграл Слон Е2. И вот после взятия Ферзь Б6 возник такой, в общем-то, интересный эншпиль. Хотя, в общем, все быстро рассеялось, объективно. Вот такая вот позиция. И дальше партия завершилась в ничью. Ну вот в партии Динга. Динь пошел Ладья Ж1. Ладья Ж1. Динь пошел Ладья Ж1. Значит, после хода Ладья Ж1, это также встречалось неоднократно в различных партиях. И здесь черные обычно играли Конь Е5. Конь Е5. Тут партии переписочников. И, в общем-то, и не только переписочников. Все играли Конь Е5. Но Магнус сделал совершенно логичный ход Слон С5. Это явилось новинкой в этой позиции. Ход, безусловно, заслуживает внимания. И, в общем-то, он достаточно интересен. Ф4. Ход возможный. Ход, подготавливающий движение Ж5. Ход, позволяющий, опять-таки, отнять поле Е5 у коня черного. Да, я могу также отметить, что проблема хода Д5 в том, что белые часто ставят лошадь на Е5, пользуясь тем случаем, что ее брать нельзя из-за взятия слона на Д5. И возникают некоторые трудности с королевским флангом в таких позициях. Ну вот, ход Слон С5, в принципе, выглядит очень логично. И вот теперь, если белые попробуют сыграть, к примеру, Конь Е5, то черные спокойно рокируют. Мы видим, что у них есть на это время рокировка и, скажем, какие-то нападения на мат спокойно парируются ходами типа Ферс Ф6. Ну, в общем, сделан был ход Ф4, Конь Ф6, Магнус отреагировал достаточно логично, он берет под контроль поле Е4 и не менее логично ответил Динь ходом Слон Д3. Также могу отметить, был интересный ход Конь Б3, достаточно классический для таких структур, для таких позиций. И после Ферс С7, мне кажется, в некотором роде Динь здесь начал не то чтобы волноваться, но пока сделал такие страховочные ходы. Ферс Е1, в этом, в принципе, стандартное поле для Ферзя, для Сицилианки. Он уходит от нападения типа Конь Е4, но Магнус все равно сыграл Конь Е4, так или иначе, потому как белые готовили ход Ж5. И вот в этой позиции Динь пошел на острую игру, сыграл Х4, хотя, в общем-то, у него был интересный момент, как минимум, для уравнения, может быть, даже для получения какого-то плюса. Ну, вот был первый момент сыграть Конь Б3 Е6. Тогда возникала следующая позиция, форсировано Слон Е4, Слон Е4. Слон С5, Слон С2, взятие. И вот после хода Ладец Е6, ну, белые могут, скажем, централизовать Ферзя, и после рокировки, ну, позиция, наверное, ближе все-таки к равенству. Хотя, конечно, виды определенные у белых, наверное, на атаку есть. Хотя, ну, можно сказать, такой мини-плюс, наверное, сохраняется, да. Значит, первый был такой момент для Диня, Конь Б3 Е6. Он же сыграл Х4. Так, прошу прощения. Он сыграл Х4. Да, вот эта позиция. Сыграл Х4. Магнус сделал ход Ферзь Б7. Ход, на самом деле, не точный. Стоило предпочесть даже 2-0 в такой ситуации, то есть не боясь хода Ж5. Но Ферзь Б7, ход интересный. Он подготавливает ход Б4. Очень конкретный ход. Причем Б4 будут возникать идеи с ходом Конь С3 после этого. И вот в этой позиции удивительным образом Динь, то есть шахматист, безусловно, классный и знающий, видавший виды, сделал совершенно невообразимый ход, который, по сути дела, явился решающей ошибкой. В этой спокойной, в принципе, позиции Белым стоило просто-напросто консолидировать позицию ходом Конь Б3. Мы обращаем внимание, для этого ход Король Б1 и нужен. То есть дополнительные возможности Эрнгена иссякли. И после хода Конь Б3, то есть, скажем, Слон бьет Е3, Ферзь бьет Е3, Белые, очевидно, что владеют преимуществом, так как Черный Король застрял в центре, ему нужно время куда-то уходить. В этом случае Белая атака развивается сама собой. Позиция крайняя для Черных неприятная, то есть им нужно организовывать какие-то конкретные движения, в которых не так просто порекомендовать даже что-то здесь хорошее. Мне кажется, позиции здесь просто-напросто хуже. Ну, конечно, можно делать холодную рокировку, там, то есть G5 и вот эту какую-то позицию такую защищать, но, опять-таки, дело такое на любителя. В общем, ходом Конь Б3 Динь ставил определенную проблему, потому как, скажем, если Черные все-таки сохраняют слонов, ну, Белые как минимум имеют ход Слон Д4 с нападением на Ж7. Также, наверняка, они имеют еще что-то более полезное, но в целом смотрится это крайне опасно. Все фигуры Белых стоят на отличных позициях и занимают прекрасные поля. Так, вместо этого последовал ход С3. Ход С3, который, конечно, явился колоссальной ошибкой. Видно наверняка, что Динь просто-напросто либо выпал в какой-то момент из партии, потому что такой ход сделать удивительно для такого мастера высокого уровня. И Магнус сразу же наносит ему удар. На А3, мы видим, эти пешки попали под раздачу. Слон бьет А3. Шикарный удар. Ну, и Динь здесь совершенно моментально поплыл. То есть, в этой ситуации стоило все-таки предпочесть ход БА. Ну, и, в общем-то, защищать какую-то такую позицию. Она, конечно, тоже малоприятна, но во всяком случае, во всяком случае, она здесь еще можно хоть как-то поиграть. То есть, идея все-таки маркировка, скажем, Ж5. И хоть как-то здесь двигаться можно. Хотя, конечно, позиция черных прекрасна. Вместо этого Динь пошел вперед. Пошел и в 5. Ну, а Магнус не заставил себя ждать и сделал еще один классный ход. Он просто начал таранить оборону белых ходом Б4. Вот так вот одной неточностью, очень серьезной ходом С3, точнее уже ошибкой, Динь поставил партию под поражение. С4 приходится закрывать линию, потому что БЦ просто страшнейшая угроза. Брать слона также было нельзя из-за получения матов пару ходов. И после С4 Магнус наносит еще один небольшой удар. Конь С3. Динь уходит на А1. И холодно Магнус играет слом БЦ4. В принципе, партия уже завершена, идет уже добивание, но добивание все равно симпатичное, потому что еще кое-что надо сделать. ФЕ. Рокировка. Тоже великолепный темповый ход. Мы видим, что черный король теперь в безопасности и белые просто-напросто не успевают. Я думаю, что стоило попытаться хоть как-то подкрутить ходом с G5. Но Динь уже не был в силах здесь бороться. Такое ощущение, что хотел побыстрее это все закончить. Взял на С4. Ладья С4. И сыграл ладья Д2. Ну, после чего, по большому счету, партия также завершается. Из-за тоже приятного, симпатичного хода. Слон ББ2. Слон ББ2. Вот такой вот еще один удар наносит слон. Как по очереди фигуры черных играют. Ну, и идея тут раскрывается в следующем варианте. В случае король ББ2, как было в партии, мы посмотрим чуть дальше. В случае, точнее, ладья ББ2 могло последовать ферзь Б6. Такой простой, невзрачной идеей ферзь А5, который нет защиты. А в случае хода КБ3 ферзь проникал через, ну, это не знаю, на А4, скажем так. И, опять-таки, неотвратимы угрозам вторжения и белому королю не позавидуешь. Вторая вариация, которая бы случилась в партии, это взятие королем. Здесь Магнус сыграл достаточно просто. Пошел Б3. Был, наверное, более жесткий ход. Это ход кони А4. Но это машина предлагает в такой позиции сыграть с дальнейшей централизацией ферзя. Но Б3 ход очень человечный. То есть, таким образом, черные открывают дополнительные поля. То есть, поле А4. Тут и ладья А4, и конь А4. Вызникают идеи. Ну, что же, Динь попытался взять на Ф7. Ферзь Бет Ф7. И в этой совершенно безнадежной позиции Динь зевает последним ходом. Конь Бет Б3. Хотя, в общем-то, в этой позиции, ну, что, можно было еще попытаться, не знаю, там, сделать какой-то ход конь Ф5. И после ладья А4, конечно, там все равно проблемы оставались. Брать, скажем, коня нельзя из-за мата в несколько ходов. Допустим, такого формата. Ну, он взял на Б3. И после хода ладья Б4 выяснил, что коня защищать нечем. Ну, а мат получать тоже, в общем-то, наверное, не было никакого смысла. Вот такая замечательная партия темповая, опять-таки, атака. И мы видим, что порой атаки на разных флангах вот так и заканчиваются. Поэтому, когда вы играете с разносторонними рокировками, вам необходимо помнить о том, что ваша атака все-таки должна быть быстрее. И вот такие вот ходы, как С3, вот обращаю еще раз внимание, они, как сказать, должны в себе содержать именно очень большую, очень высокую точность. Потому как один ход ведет к перевесу, а другой ход проигрывает. И все, что связано с вашим королем, вы должны четко контролировать. Ну, что же. Спасибо за внимание. Увидимся скоро. Надеюсь, что новые партии, новые матчи на турнире Легенд принесут вам интересную пищу для новых размышлений. До новых встреч. Пока.